всем добрый день у нас сегодня очень интересная тема сегодня мы с вами увидим пользу и вред тыквенной каши и так поехали все мы подсознательно догадываемся что тыква в сыром виде и тыквенная каша полезны для здоровья но почему-то едим чаще всего именно картошку хотя казалось бы она обычно сравнима по цене с картошкой чистить тыкву легче на вкус сладкая тыква превосходит картошку и есть тыкву явно намного полезнее чем картошку в чем же секрет непопулярности тыквы на нашем столе возможно мы в очередной раз попали в плен глупых общественных стереотипов навязанных нам неизвестно кем давайте разбираться с этим и сегодня мы будем говорить о том чем полезна тыква и даже кому и чем вредна тыква на самом деле если посмотреть немного вглубь истории то конечно наши предки славяне никогда не ели картошку и другие современные продукты в еду на гарнир шла в основном пшеница или простая репа а также немного позже и тыква горбуз кабак есть даже немало теории большого заговора по которым славянам специально и насильственно привили употребление картошки подумать только еды коренных индейцев чтобы сделать их более слабыми покорными и понемногу истреблять нацию но об этом мы спорить не будем это только теории а сейчас поговорим именно о полезных свойствах и преимуществах тыквы чем полезна тыква или как ее называют в народе кабак или в на украине гарбуз кабак тыква гарбуз это по сути название одного и того же овоща даже правильнее будет сказать ягоды ботаники причисляют тыкву конечно ягоде как и арбуз с огурцом а обычные люди чаще причисляют тыкву к овощам но нам кажется что это скорее формальность которая не добавит тыкве полезных свойств так что давайте разбираться с тыквой по существу на самом деле польза тыквы известно очень давно тыква известна задолго до нашей эры если верить разным источникам то ее начали выращивать еще за три четыре тысячи лет до нашей эры инки на американском континенте и даже считали ее знаком солнца а позднее она была известна и в древнем риме и в китае где из нее даже делали праздничные каши славяне скорее всего познакомились с ней лет 400 назад от купцов из персии но в среднем в европе она стала популярна только 19 веку зато теперь тыква выращивается во многих странах используется в приготовлении многих национальных блюд да и в медицине уже знают чем полезна тыква и нередко используют ее экстракты в современных лекарственных средствах кроме того сумасшедшую популярность приобрели даже казалось бы отходы от тыквы тыквенные семечки собственно об их истории и полезных свойствах давайте будем разговаривать отдельно итак преимущество тыквы такая повсемерная популярность тыквы вполне оправдана во-первых этот овощ ягоду достаточно легко хранить довольно длительный период хорошая тыква может пролежать 4 и более месяцев что может обеспечить вкусной и полезной едой на холодный период второе тыква достаточно сладкая и вкусная поэтому подходит для изготовления практически любых блюд от банальной каши и добавки к супам до пирогов тортов киселей хлеба и многого другого для салатов даже используют молодые соцветия тыквы тыкву варят жарят тушат запекают ну и конечно существенно много рецептов употребления и сырой тыквы что еще более полезно для нашего здоровья что также является безоговорочным преимуществом тыквы 3 кроме самой тыквы в еду идет очень полезный и вкусный тыквенный сок и тыквенные семечки а из тыквенных семечек еще делают одно из самых лучших и полезных и дорогих масел тыквенные семечки также едят в сыром виде делают из них муку используют их в кулинарии для вкуса и украшения блюд ну и конечно же в медицине но сейчас поговорим именно о том чем полезна тыква ведь тыква по содержанию полезных веществ и лечебным свойством превосходит большинство других ягод и овощей небольшая пауза для отдыха глаз и тренировки осознанности прикройте глаза расслабьтесь и вспомните они забыли ли вы поставить лайк под этим видео а главное подписаться на канал и нажать на колокольчик чтобы присоединиться к нашему сообществу мудрых добрых и постоянно развивающихся личностей чаще тренируйте осознанность всем добра и мудрости а мы продолжаем тыква для похудения чем полезна тыква для похудения спросите вы ну во первых тыква очень низкокалорийная и способствует качественному и быстрому похудению и очищению организма калорийность тыквы всего 23 калорий на 100 грамм при этом она легко усваивается и рекомендуется также как для диетического питания в целях похудения так и даже для детского питания поэтому тыкву очень рекомендуют есть для похудения к тому же тыква очень сытная и ее много съесть достаточно сложно поэтому тыкву можно считать идеальным источником витаминов и микроэлементов во время диеты и похудения если полное голодание нежелательно к тому же в мякоти тыквы много пектинов водорастворимых пищевых волокон которые усиливают работу и функции кишечника и помогают ему выводить из организма радионуклеиды и другие вредные вещества и даже способствуют быстрому рубцеванию язв поэтому даже если у вас было что-то не в порядке с кишечником или его зашлакованностью когда у вас еще был лишний вес то употребление тыквы уберет и эти проблемы а заодно и поможет похудеть за счет нормализации работы желудочно-кишечного тракта вдобавок ко всему полезная тыква практически не содержит жиров а вместо этого содержит просто огромное количество полезных для человека витаминов и минералов поэтому подойдет также и для питания спортсменов спортсменам очень часто недостает полезных веществ витаминов и сахаров а именно как раз этим тыква легко и справиться хотя сама тыква и не содержит много белка полезного для роста мышц зато в тыквенных семечках содержится белка сопоставимо с их содержанием в мясе поэтому спортсмены редко употребляющие мясные продукты обязательно должны обратить внимание на пользу тыквы во всех смыслах и богатые белком тыквенные семечки а теперь о полезных веществах содержащихся в тыкве тыква содержит всего 7,5 грамма углеводов 1,2 гамма белка и 0,1 грамм жира при этом тыква на целых 90 процентов состоит из воды но несмотря на это даже странно что никто не знает что в тыкве содержится только каротина в четыре раза больше чем в моркови которая как раз и славится высоким его содержанием тыква содержит клетчатку целлюлозу которую давно современные медики признали одним из самых полезных критериев пользы пищевых продуктов кроме этого в вопросе чем полезна тыква странно будет не вспомнить что в тыкве содержится много пектиновых веществ и большой набор полезных сахаров глюкоза фруктоза сахароза и еще большее количество витаминов основные витамины в тыкве это b1 b5 b2 b6 c е п п и редкий витамин к полезный для десен и даже редчайший витамин т который отвечает за свертываемость крови и образование тромбоцитов а также за ускорение обменных процессов организма ну а теперь мы переходим к пользе тыквенной каши конечно тыква богата на минералы и микроэлементы основные из которых железо кобальт марганец калий медь кальций фтор и конечно же так необходимый нам для здоровья цинк подумайте только все это невообразимое богатство питательных веществ которым полезно тыква переходит в вашу полезную тыквенную кашу по данным современных исследований употребление тыквенной каши даже уменьшает уровень холестерина в крови и укрепляет стенки кровеносных сосудов что особенно актуально для людей страдающих от лишнего веса и для профилактики сердечных заболеваний таким людям польза тыквенной каши может даже спасти или как минимум продлить жизнь даже в современных больницах больным воспалением или циррозом печени хроническом гепатите и печеночных отеках прописывают есть именно тыквенную кашу с манной крупой рисом или пшеном как ни странно но вареная тыквенная каша почти не имеет противопоказаний в отличие от сырой тыквы дело в том что сырая тыква обладает очень сильным подчелачивающим организм омолаживающим эффектом но бояться этого довольно глупо так как этот процесс и антиоксиданты только омолаживают и оздоравливают наш организм но все же если у вас тяжелая форма сахарного диабета или гастрит или язва желудка или двенадцатиперстной кишки вызванные как раз пониженной кислотностью то лучше очень аккуратно употреблять тыквенную кашу и конечно пока вы больны лучше вообще не употреблять десятки раз более сильную сырую тыкву конечно вы все же должны понимать что любая термическая обработка любых продуктов на порядок уменьшает их полезные свойства и содержание в них полезных веществ но все-таки тыквенная каша в любом случае останется одним из самых полезных и вкусных видов каш из существующих благодаря такой полезной тыкве мы скоро сварим с вами несколько этих полезных видов каши а рецепт самой полезной горбузовой каши уже есть на сайте переходите читайте становитесь здоровыми и молодыми а если вы не испугаетесь стать совсем молодыми и здоровыми обрести чистую кожу и крепкие волосы то переходите на второй уровень пользы тыквы и узнайте от каких болезней можно вылечиться с помощью тыквы чем полезна и вредна тыква и можно ли употреблять в пищу сырую тыкву ну и конечно читайте отдельно о пользе тыквы для диабетиков и о свойствах тыквенного сока на этом все мы прощаемся с вами желаем вам хорошего настроения отличного здоровья и и собственно счастья но на этом еще не конец вернее все только начинается большая просьба именно к тебе лично не забудь подписаться на этот канал обучения общения и саморазвития чтобы каждый день становиться все успешнее осознаннее добрее и мудрее развиваясь вместе с нами и нашими экспертами а главное общаясь с огромным сообществом развивающихся в разных направлениях людей среди которых легко сможешь найти себе по-настоящему правильных друзей со схожими интересами которые будут тебя мотивировать к новым достижением не бойся дружить советовать и помогать другим в комментариях и конечно чтобы получать оповещение о последних и самых полезных видео рядом с подпиской необходимо нажать и на колокольчик также не забудь поставить лайк если тебе понравилось видео напиши свое мнение или вопрос по теме а другие зрители и наши эксперты постараются отвечать максимально быстро и развернуто ведь мы читаем все комментарии поддержи нас и развивайся вместе с нами ну и конечно если ты больше любишь читать то заходи на наш официальный сайт портал обучение саморазвития где можно найти тот же материал и в печатном виде ссылка на эту статью на сайте будет в описании а если у тебя есть возможность поддержать развитие проекта материально то найдешь там же и ссылочку на пожертвование и помощь каналу и главное не забудь поделиться этим видео с друзьями давай делать больше хороших дел распространять знания и помогать друг другу доброты и мудрости к сожалению так не хватает этому миру а на этом будем прощаться рекомендую посмотрите другие видео в том числе на непривычные для тебя темы важных направлений саморазвития на самом деле очень много поэтому мы подготовили большой набор лучших материалов чтобы каждый мог найти нужное а также имел возможность развиваться в разных темах а не только зацикливаться одной сужая тем самым свое видение мышление и мировоззрение естественно желаю тебе в любом случае мудрости любви успеха и всех остальных благ хорошего и продуктивного тебе сегодняшнего дня а сейчас отправляйся заниматься полезными и добрыми делами в реальной жизни или чтобы стать еще мудрее переходи к просмотру следующего видео на автовоспроизведение или из тех которые ты сейчас увидишь перед собой на экране всем добра